Алексей Воробьёв задружился с голливудскими мэтрами Джоном Малковичем и Стивом Кареллом. Музыкант снялся с ними в комедийном сериале «Космические войска». Кино уже бьёт все рейтинги. Так кого же сыграл наш Лёша и другие подробности из Голливуда в эксклюзивном материале. Теперь в Голливуде есть два капитана Воробья. Это Джек... Смекаешь? ...и Алексей. Называй меня Бобби. Так надёжней. Капитан Алекс Перроу. Капитан Алекс Перроу, конечно, появился. Во-первых, я официальный капитан, как многие знают. Я на самом деле, я сдал на права, я имею право водить моторные лодки. Теперь я капитан корабля двухмоторный. Так что мне осталось только найти свой корабль. Собственно, яхты у певца пока нет, зато «Космический корабль» в сериале «Спейс Форс» – «Пожалуйста». Там Алексей Воробьёв играет военного лётчика Юрия Тилатовича. А сейчас тест на внимательность. Кажется, костюмеры из Голливуда печатают фамилии при помощи гугл-переводчика. Причём, когда Воробьёв увидел эту нашивку, переделывать уже было поздно. Певец сам еле успел на съёмки. Я ночью записал пробу, отправил их, и потом мне через несколько недель ответили, что вы утверждены послезавтра начало съёмок. И я... В смысле послезавтра? Я только со сцены вышел, у меня ещё нет ни билета, ничего. То есть я еле успел вообще прилететь на съёмки. Это было очень весело. Выиграв кастинги из двух тысяч человек, капитан Алекс Перро приступает к съёмкам, где не просто играет по сценарию, а придумывает свои фишки и импровизирует на одной волне с голливудскими звёздами. Я говорю, а можно здесь вот так? Можно здесь вот так? Говорю, давайте, смотрите, я ноги на стол закину. Давайте, и потом, я говорю, естественно, и Стив Карелл, естественно, говорит, отличная идея. Он мне потом говорит, убери свои чёртовы ноги со стола. Вот, он там жёстче говорит, но неважно. В общем, это всё создаёт общение между уже персонажами, настоящее, ненаписанное, которое для каждого что-то добавляет своё. На секундочку, Стив Карелл – известный комедийный актёр. Также на площадке Джон Малкович, и всё это теперь коллеги нашего Алексея Воробьёва. Ещё полгода назад музыкант мог поработать с ними только во сне, а сегодня делает это наяву. Мы очень много общались за кулисами, со Стивом Кареллом и с Джоном Малковичем. Малкович – глубочайший человек, очень интересный, потому что его взгляд на мир, его какое-то самопознание, он всё время ходил с папкой, в которой весь сценарий. У него везде свои пометки. Он не просто готовился к сценарию, у него везде пометки, какие-то бумажечки, что-то он там вписывает. Такими темпами мы потеряем Алексея Воробьёва как певца, который, кажется, с головой ныряет в мир кино. Но всех фанатов музыкального творчества артист спешит успокоить. Уже давно себя чувствую и актёром, и певцом одновременно, и режиссёром, и композитором, и сценаристом, и режиссёром. Я перестал разделять свою жизнь. То есть я действительно могу сидеть, днём писать сценарий, печатать, вечером зайду в студию, запишу песню. Или начну делать аранжировку для песни, или сяду монтировать видео. Например, карантинный клип на трек «Let's stay home tonight» в качестве декорации опустошённый Лос-Анджелес, где сейчас и проживает музыкант. Сам написал, сам снял, сам смонтировал. Оказывается, Алану Бадову позвонить не обязательно, чтобы выдать такую картинку. Ну и на десерт. Секрет успеха от героя сюжета. Наслаждаться компани... Что это за него опять? Наслаждаться компанией, которая у нас есть. Наслаждаться жизнью каждым днём. Потому что он уже никогда не повторится. Так что, вот, будьте сумасшедшими, будьте счастливыми каждый день. Вот, не пытайтесь быть счастливыми, а будьте. Ну, с такой собакой грустить в одиночестве точно не придётся. Но по семье певец очень скучает. И первое, что он сделает, когда закончится самоизоляция, вернётся из Лос-Анджелеса в Москву к своим близким. Артём Кавишов, ПРО Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...